Поменять машины на автобусы. Жители Красноярска требуют у мэрии снизить цену проезда в маршрутках до 15-16 рублей в дни неблагоприятных метеоусловий, чтобы люди не пользовались личными авто. Соответствующая петиция городским властям появилась на сайте change.org. Предлагается или снизить проезд для всех пассажиров, или только для водителей. Заходя в автобус, они должны показывать права или техпаспорт на машину и получать скидку. Компенсировать убытки перевозчиков по замыслу авторов петиции должен или бюджет города, или компании, которые будут уличены в выбросах. В качестве примера приводятся действия властей Риги и Ярославля. Там в дни снегопадов водителей побудили пересесть на общественный транспорт снижением цены билета. Насколько эффективной окажется эта мера, еще только предстоит подсчитать. Однако далеко не все красноярцы верят в успех такого мероприятия. Я думаю, что не то чтобы это не поможет, это нереально. К хорошему быстро привыкаешь, не так ли? Поэтому автомобилисты вряд ли, даже 20% тех, кто каждый день ездит на машинах, вряд ли пересядут на автобус. Как бы там ни было, и как бы тяжело им ни было дышать. Я думаю, почему бы нет. Всегда что-то новое, думаю, надо всегда как-то пробовать. Может, это как-то и поможет кардинально. Уличная дорожная сеть у нас в Красноярске загружена, тем более час пик, то есть пробки, машины стоят, пылят. Тем более морозы у нас стоят, то есть погода практически безветренная, то есть вот это все как бы задерживается. Даже если бесплатный проезд будет, все равно никто не поедет. Ну, представляете, у вас во дворе стоит машина, да? А вы встанете, пойдете куда-то на остановку в минус 30 и будете ждать автобус на 16 рублей дешевле. Ну, смешно же. Ради спасения экологии я, конечно, бы пересела в автобус, но автобусы сейчас стали реже ходить, потому что, видимо, многие не выходят на маршрут из-за морозов. Вот. И поэтому я не считаю, что это такая кардинальная мера. Может быть, лучше все-таки улучшить качество бензина. Количество машин навряд ли у нас уменьшится. Глава Красноярска, Эдхамак Булатов, считает, что заставить горожан сменить личные авто на общественный транспорт нельзя. Зато можно сделать городские автобусы более комфортными и современными, чтобы люди сами захотели в них ездить. Мы живем в демократическом обществе, и пересадить кого-то можно, значит, это нехорошее слово, оно нагодит на некоторые аналогии исторические. Поэтому я думаю, что можно стимулировать развитие общественного транспорта, можно стимулировать применение различных экологических, проведение различных экологических мероприятий. Если говорить о стимулировании общественного транспорта, необходимо создать условия для того, чтобы он был привлекателен для горожан.